Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Библии, Священного Писания, книг Ветхого и Нового Завета. И сегодня мы рассмотрим вопрос, кем были сыны Божия, которые входили к дочерям человеческим. Об этом мы читаем в книге «Бытия», 6 глава, 1 и 2 стих. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божия, по-еврейски «бней-элогим», увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Кто это были вот эти сыны Божия, «бней-элогим». В Ветхом Завете мы встречаемся с этим словосочетанием «Сыны Божия», «бней-элогим» в книге Иова, 1 глава, 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божия, то есть ангелы, предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Таким образом, мы видим, что в контексте Ветхого Завета «Сыны Божия» в контексте книги Иова – это ангелы. Но сразу возникает вопрос, а как ангелы, бесплодные духи, могут вступать в сексуальные отношения с человеческими женщинами? Давайте посмотрим, что говорит нам Христос. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, 29-30 стих. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи, на небесах». То есть ангелы Божьи не вступают ни в какие сексуальные отношения, и здесь возникает как бы некая сложность. Надо заметить, что святые отцы по-разному определяют, кто такие «сыны Божия» Бней и Лагим. В православной толковой Библии мы находим объяснение о том, что большинство иудейских и христианских толковников древности вместе с рационалистами нашего времени под сынами Божьими разумеют ангелов, будучи обстоятельно развито в апокрифических книгах Еноха и юбилеев и в сочинениях Филона, имеется в виду Филон Александрийский, это мнение в первые века христианской эры пользовалось такой широкой известностью, что его разделяли даже многие из отцов и учителей церкви. Так считал Иустин Философ, Ириней Леонский, Афиногор, Климент Александрийский, Тертулиан, Амбросий Медиаланский и многие другие. Но в то же время была другая группа святых отцов, которые настаивали на том, что сыны Божии Бней и Лагим – это никакие не ангелы. Мы знаем, что род человеческий в допотопном мире он развивался в двух направлениях. Это потомки нечестивого Каина – Каяниты, и это потомки праведного Сифа – Сифиты. Они называются сынами Божьими. Сифа – Господь дал Адаму и Еве вместо убитого Авеля. Вот вторую точку зрения поддерживают такие авторы, как Златоуст, Ефрем Сирин, Блаженный Феодорит Кирский, Ироним Блаженный и Августин. И многие православные экзегеты тоже придерживаются этой второй точки зрения. Как мы видим, что здесь нету как бы согласия по этому вопросу, но считается, что если более близкие к нам отцы церкви сформулировали иной взгляд, чем более древние, они исправили то, что неправильно истолковали древние. Таким образом, более понятное для нас объяснение, что сыны Божьи, которые входили к дочерям человеческим, это Сифиты, которые брали за себя в жены каяниток, а это не угодно Богу. Когда мы вводим в наши дома вот нечестивых хананиянок, каяниток, и когда наши юноши православные женятся на неверующих, или наши девицы православные выходят замуж за неверующих или язычников, или представителей других религий. В древнем мире именно из-за этого Господь и послал потоп на землю, чтобы произошло окончательное размежевание между семенем Каина и семенем праведного Сифа. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok